Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Он про отношения мам. Мы с ней живём в разных городах. Она на пенсии всю жизнь говорила, что всегда мечтала на пенсии сидеть с внуками. У меня сейчас маленький дет, и я ей предложила переехать жить с нами. В одной квартире или рядом. Но она не соглашается и не отказывается от того, что живёт на два города, и сама не знает, чего хочет. Когда она живёт у меня, говорит, что хочет домой. Когда дома говорит, что скучает и хочет к нам, не может спать. Я устал от этих качелей, качелей, и хочется стабильности. Есть шанс это исправить, или мне лучше забыть об этом и искать нянь. Шанс исправить это есть. Вопрос только в том, какой. Да? То есть, ну, как? Маму свою вы переделать сможете вряд ли. Потому что, ну, скорее всего, она женщина уже довольно преклонного возраста, так скажем. Вот. Поэтому вряд ли вы сможете её переделать. Вот. Но изменить своё отношение к тому, как бы, что происходит, вы можете, например, предстать, допустим, спасателей. То есть, что это значит? Это значит, что... Это значит, что... Ээээ... Если она... Условно говоря. Эээ... Эээ... Приду ледва. Приду ледва. Эээ... Эээ... Каким-то ещё образом. Каким... Я... Сейчас не скажу, конечно, но... Каким-то образом. Эээ... 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 Важный момент заключается, на мой взгляд, в том, чтобы для себя это определить. Чтобы для себя определить, каким образом вы реагируете на маму. Если вам тяжело, эээ... Как бы, с детьми, эээ... Эээ... Ну... Справляться. То, да. Имеет смысл... Эээ... Подумать о ней. Вне зависимости от того, будет мама с вами или нет. Потому что тяжело вам. Если вы хотите угадить маме, то... Ну, опять же, надо подумать, а какое это чувство? Что я хочу угадить маме. Я хочу... Например, просто... Эээ... Эээ... Её... Поблагодарить. То есть, я это делаю из благодарности. Например. От одного. Или я это делаю из чувства вины. То есть, я винил себя, например, за то, что... Ну, допустим... Анаба? К примеру. Ну, вот. Вот, к примеру, да, вот вы вините себя за полосшего анаба, вот, и в этом случае, как мне кажется, имеет смысл все поработать вам, как бы, со своим чувством вины, потому что делать что-то для другой. Другого человека, из чувства вины, идея не самая хорошая, мягко говоря, мягко говоря, это идея, которая, ну, ведет в тупик, ну, на мой скромный взгляд, вот. Почему? Потому что в этом вы теряете себя и уже не понимаете, чего вы хотите, да, вы уже не понимаете, вы хотите, там, чего-то для мамы, например, или вы хотите для себя это сделать, потому что, ну, вам это только хочется, например. Непонятно. Это большая проблема, как мне кажется. Вот, соответственно, в этом направлении я бы предложил вам поработать. В этом направлении я бы предложил вам как-то, ну, подумать, может быть, что ли, то есть как-то вот этот аспект, скажем так, поисследовать. Ну, естественно, если вы этого хотите, да, если вы этого не хотите, например, да, как бы, ну, то есть если вот вам это не очень нужно, допустим. Тут, конечно же, тут, конечно же, момент несколько другой, на мой взгляд. Вот, и как бы вот в этом направлении я бы рекомендовал бы вам двигаться, как мне кажется. Это было бы самое правильное решение, это было бы самое верное решение для вас с точки зрения психотерапии и с точки зрения психологии. Вот, и, конечно, вам это могло бы очень сильно помочь, ну, вот, просто вот в решении ваших трудностей, которые вы вот испытываете сейчас. Кроме того, как мне кажется, исходя из того, что вы описываете, как мне кажется, вы себе, ну, не сказать, что вы очень доверяете. Если у вас, на мой взгляд, проблемы доверяете себя. Естественно, 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 естественно. я могу чего-то не понимать, вот, могу быть неправ, потому что, ну, вот, в данном случае временов может быть достаточно много в вашей ситуации. Но обычно, 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 как-то человек, ну, не может, не может, вот, как-то положиться на себе, да, например. Обычно это происходит от того, что он не может себе доверять. Не привык к себе доверять. А привык, привык, привык больше, вот, полагаться как-то на, ну, на других людей. Вот, это, не сказать, что очень прямо плохо, вот, ну, тем не менее, есть определенные сложности в этом инспекте. Вот. 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 Работать, на мой взгляд, вам нужно именно вот, ну, в этих аспектах, как мне кажется. Вот. Вот. То есть это вот такая довольно, довольно важная, я бы сказал, история, когда, ну, больше, как бы, внимания, да, уделяется именно человеку, то есть себе, а не вот кому-то. Хотя, не исключено, что вам это будет достаточно трудно, сложно, непросто сделать. Ну, это ничего страшного, этот, этот аспект решается, вот, его можно решить. Разными способами, конечно, проработка отношений с нами, можно решить этот аспект, вот этот аспект можно решить личностным ростом, аспект можно решить, так скажем, организацией, вот процесса вашего процесса семейного. Я имею в виду, вот, то есть тут могут быть множество, много, достаточно моментов, вот, на которые я бы обратил ваше внимание. То есть про желание, да, вот, на эти все вещи нужно, как-то вот, самое пристальное внимание обращать. Ну, а вы, вы пытаетесь сейчас, что сделать? Пытаетесь маму как-то вот переделать, пытаетесь маму как-то вот перенаправить, а она, в общем-то, не хочет, вот. Она действительно может хотеть и того, и другого, она действительно может хотеть быть с вами и быть дома, вот. Надо сказать, что в этом смысле, на мой взгляд, она показывает достаточно высокую зрелость. Потому что, ну, как мне думается, ситуация могла быть, в принципе, такой, что ваша мама могла бы просто приклеиться к вам и активно вмешиваться в процесс, ну, вот, процесс воспитания, вот. Она этого не делает, и в этом смысле она большом водит, вот. Поэтому лучше всего здесь, чтобы разобраться, чтобы поисследовать все эти вопросы, нюансы, все эти вопросы, вот. Лучше всего было бы вместе с нами обратиться на психотерапию. Вместе с нами. Как бы этот вопрос решить. Психолог поможет вам найти точки соприкосновения, вот. Если вы этого, конечно же, хотите. Но вне зависимости от того, вне зависимости от того, что будет с вашей мамой, вне зависимости от того, какое решение ваша мама примет, вне зависимости от этого, вам нужно самостоятельно организовывать свою жизнь. Чтобы не зависит ни от кого. Чтобы не зависит от, ну, в данном случае, постоянство получается или непостоянство получается вашей мамой. Вот. Вот. То, что хотел вам сказать. То есть, в этой, в этом, вот в этой ситуации, да, вот этой ситуации, да, вот этой ситуации, чего не понятно. Вот. В этой ситуации, а, непонятно, больше всего. Вот. Больше всего этой ситуации непонятно. Знаете? А, вы хотите маме помочь. Вот. В этой ситуации. Если вы хотите, ээээ, себе облегчить, эээ, ну, будь то, свое старое. Знаете? Какая штука. Вот это непонятно больше всего. И, на мой взгляд, возможно, вы сами не до конца это понимаете. И, мне кажется, что наша задача может заключаться именно в том, чтобы помочь вам с этим определиться. Наша задача может заключаться в том, чтобы помочь вам увидеть, чего вы хотите, как вы хотите, что вам нужно. Понимаете, да? Ну, может быть, это не совсем просто. Особенно, если вы, вот, как-то привыкли к, там, ну, какому-то образу жизни, например. Да? То есть, если вы, вот, привыкли, там, как-то, вот, взаимодействовать, там, с мамой своей, если вы привыкли, как-то общаться с ней и так далее. Вот. Если вы ко всем вещам привыкли, то, конечно, ну, будет нелегко. Ну, как мне кажется, как я думаю, по крайней мере, я не думаю, что это будет слишком, да, я не думаю, что это будет слишком. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь, по крайней мере, я надеюсь, что для вас это будет интересным опытом. Вот. И, соответственно, то, что я хотел бы вам, вам, вам сказать, сказать, и, соответственно, то, что я хотел бы у вас в данном случае спросить, это то, готовы ли вы как-то вот работать? Ну, в этом направлении, так, готовы ли вы, ну, двигаться в направлении, как раз, вот, того, о чем, например, я сказал. Вот. Ну, как бы, если готовы. Хорошо. Тогда вам мы, безусловно, поможем, если вы готовы. Если нет, тогда вот как раз возникает вопрос о том, да, какой, собственно, помощи, помощи вы хотите, ну, от нас, от психолога. Вот. Вот. Какой помощи вы хотите. Вот на этот вопрос попытайтесь ответить. На этом все, в принципе, я надеюсь, что вам это было полезным, надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вы сделаете для себя какие-то выводы. Я надеюсь, что, надеюсь, что вы, что дал вам пись для ромашлений, вот, и, соответственно, очень, очень надеюсь, что это во что-то выйдет. То есть я очень надеюсь, что, ну, вот, вы как-то вот к этому придете. Вот. Удачи вам. Всего самого доброго. Обращайтесь. Удачи. 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 Продолжение следует...